доброго времени суток приветствую подписчиков и зрителей канала personal experience в этом видео я расскажу вам как можно подключить камеру gopro к компьютеру и использовать ее вместо веб камеры итак для начала мы должны войти с вами на официальный сайт gopro это gopro.com открывается такая страница здесь вот в верхней части экрана вы видите есть вкладка apps если вы наводите мышку то есть выходит вот дополнительные как бы applications и нам нужна сейчас данный момент gopro webcam мы щелкаем по ней здесь значит выводится информация о том как значит подключить данные в девайс к продукции mac и то есть операционной системы mac и windows хочу еще добавить что данное предложение поддерживает только две камеры от gopro на данный момент это gopro hero 8 black и gopro 9 данный момент только лишь две камеры поддерживают функцию итак для начала вы должны будете сделать обновление вашей веб камеры это делается в ручном режиме сейчас я перейду в эти подкладки и покажу вам конкретно то есть здесь вы можете выбрать какую из камер видите поддерживаем их значит вы должны выбрать свой продукт у меня в данном случае это hero 8 black щелкаем по ней так и здесь вот видите есть написано вот данный момент вот такая вот вкладочка update your camera manually нажимаем сюда чтобы вышла эта страница вы должны будете там ввести с 4 14 значный код сильный номер вашей камеры я уже это сделал и соответственно указать там свою учетную запись в gopro кстати в данный момент я записываю себя на камеру gopro hero 8 она подключена сейчас как веб-камера и давайте пошагово я вам покажу расскажу как обновить ее до начала это первый шаг на самом деле это сделать не так уж сложно вы можете здесь скачать этот файл update он загрузится к вам на компьютер в папку скорее всего загрузки и вы должны будете найти его и сделать экстракт а экстракт нам нужно будет сделать на micro sd карту которую вы будете вставлять вашу камеру gopro наверное скорее всего при помощи картридера вы подключить должны подключить эту карту к компьютеру создать там папку и назвать ее update это обязательно и сделать значит экстракт файлов из вашего значит zip файла который вы скачали с интернета в готовую папку update и все потом вы просто вынимаете вашу карту из компьютера открываете значит вашу gopro и вставляете ее так сказать карту в вашу камеру потом вы включаете и здесь вот на экране вы можете видеть вот такой вот значок это значок означает что происходит в данный момент апдейт вашей камеры то есть обновление и когда обновление будет закончено соответственно вывозит такой значок галочки то что обновление законченной камера включится и так после того как мы обновили успешно обновили нашу камеру gopro мы должны скачать утилиту для windows ее скачать очень просто вот мы просто щелкаем данные по данные вот ссылочки видите здесь для mac отдельно для windows отдельно нам нужен windows щелкаем происходит загрузка открываем загруженый файл здесь мы просто нажимаем next там то что мы так сказать согласны там с условиями и нажимаем next моим next и происходит процесс установки здесь должен появиться такой вот значок если мы сейчас щелкнем на него то открывается вот здесь такие вот так сказать меню меню открывается можем нажать на кнопочку просмотр вот видите открылась камера в новом окне здесь как вы видите у меня используется хромакей кстати в прошлом видео я рассказывал как использовать хромакей в программе оба и studio ссылочка будет в описании и кстати можете перейти по подсказке если вас это интересует там подробно быстро все я рассказываю так как здесь вот видите открывается более широкое окно также здесь давайте посмотрим какие дополнительные функции есть указываются режим объектива сейчас данный момент объектив узкий вот смотрите сейчас я включу широкий и изменения вот эти вот такая вот получилась широкая картинка можно сделать линейный объектив вот линейный объектив это вот тот который как бы средний да я в принципе использую узкий наш мне не нужен такой широкий объектив и соответственно используя этот узкий объектив еще я в прошлом видео показывал как можно его сузить до необходимых размеров допустим для стримов не нужен такой большой размер также здесь указываются еще параметры в параметрах указывается графическое устройство это моя видеокарта nvidia geforce rtx 2080 графическое устройство хотелось бы добавить еще один нюанс вот на я на своем личном бомбусе протестировал мою гофро в виде веб камеры на 2-3 часовых стримах и пару раз случалось так что камера сам произвольно выключалась перезагружалась и соответственно один раз вообще выключилась и не хотела включаться поэтому и скорее всего это бета-версия они будут ее дорабатывать то есть это приложение может работать некорректно но вот на таких коротких видео допустим на коротких звонках если вы с кем-то хотите пообщаться там 5-10 минут я думаю это веб камера вас не подведет а так как бы для стримов я все-таки думаю что лучше использовать конкретно веб камеры которые предназначены именно для стримов вот все что я хотел вам рассказать в этом видео если у вас есть вопросы пишите в комментариях я обязательно на них отвечу подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны поделитесь данным видео с друзьями и с ними кому может быть полезно данное видео поставьте лайк чтобы видео выстрелило в поиске а так еще хотелось бы пожелать вам всего хорошего берегите себя и своим близким до новых встреч